всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала вот у меня сегодня обзор будет про шнур про фирма black hole ну вот заказалась и такой очередной шнур новой какой-то модели раньше я старая заказывал первый раз имел дело с этими шнурами фирмы black ул год назад я скажу так что они мне понравились вот заказал я очередную новую модель чтобы посмотреть что это такое с чем его едят вот находится он в такой упаковочкой не очень хитрой незаурядной сзади есть приведена таблица где указан его диаметр указаны его разрывные нагрузки в брах скажем так ну и вот грубо говоря можно сделать по этой таблице какие-то определенные выводы шнур у нас и валяется пешным из поликлена сделанный шнур восьми жильный восьми жильного плетения диаметр данного шнура 015 заявленная нагрузка по таблице можно посмотреть это 20 либров примерно наверное в районе значит 8 9 килограмм ну точно подсчитывать не буду не тот неинтересно но так на скидку сказать это наверно восемь с половиной или восемь и один килограмм разрывная нагрузка вот ну давайте посмотрим распакуем упаковочку посмотрим находится шнур вот на такой шпуле выглядит там безо всяких лишних реклам привлекательных раскрасок цветов минимум всяких названий можно сказать так ничего такого хитрого нету вот если взять его на ощупь до шнур однозначно шуметь не будет он очень скользкий просто если даже со всей дури дергать наверно даже и руку то трудно порезать хотя можно с дури все сделать но до такой степени скользкий что даже трудно порезать руку ну для хороших качественных шнуров восьми жильных поликленовых шнуров восьми жильных это характерная отличительная черта что он очень скользкий достаточно мягкий расскажу как ниточка not круглое сечение но не совсем круглая если посмотреть плавно покрутить видно что он по граням срабатывает на прокручивание рывками то есть уже какой-то такой неправильной квадратной формы если можно выразиться таким образом опять же что характерно что все пешные восьми жильные шнуры они сколько мне встречалось я лично их круглыми никогда не видел и в процессе эксплуатации они маленько как бы потом начинает 1 расплющиваться и делаются как плоскую лапшу такую такой плоский делается как лапша но вот поговорим о его характеристиках заявленных номиналов ну и что получилось на самом деле видим что диаметр шнура по русской классификации 015 по японской или как там сказать по их не 08 да то есть реальный его диаметр оказался 022 миллиметра не 015 022 принципе для пешнуров восьми жильных плетений это допустимая погрешность я видел и на самых дорогих брендах такие погрешности так что я тут не удивляюсь если сравнить и этот шнур с более дорогими шнурами это в принципе норма так разрывную нагрузку они заявливают 20 либров это в районе восьми с половиной килограмм где-то так то получается она оптимально подобранном узле на двойном паламаре и на двойном клинче это оказалось 6 килограмм 300 грамм но плюс минус там 200 грамм потому что каждый раз когда проверяешь на разрыв эти цифры чуть-чуть разное получается то я взял такую усредненную 6 килограмм 300 грамм в принципе для такого пешного шнура это неплохая разрывная нагрузка когда я первый раз столкнулся с такими шнурами мне это разрывная нагрузка показалось очень маленькая но на практике показала что вполне достаточно меня как бы удовлетворили эти нагрузки для для заявленного шнура для определенных целей применения этого гладкого скользкого шнура то есть понятно что с таким пешным шнуром там на трофейную крупную рыбу использовать его нету смысла конечно они не имеют такой большой прочности на узлах это однозначно надо применять шнуры из дуниемовского материала вот еще также я проверил что вот эту разрывную нагрузку 6 килограмм 300 грамм держит что на двойном поломары что на двойном кличке клинча практически одинаково можно и тут и тут узел применить а вот разрывная нагрузка его на без узловой застежки составила 7 килограмм 800 грамм что в принципе очень сильно приблизилась к заявленному номиналу то есть мы видим да что в заявленному характеристика там восьми с половиной килограммов это разрывная нагрузка на без узловом на без узловой застежки 7 килограмм 800 грамм очень близко около того вот таким шнуром не именно таким а вот подобным шнуром тоже black hole только indesputant я прорыбачиваю сезон он мне очень понравился в принципе по структуре если их сравнить между собой эти два шнура они отличаются только цветом это какой-то цвет такой морской волны какой-то ультрамарина что-то такое это такой бледно-зеленый единственное что на ощупь что вот по моему вот этот шнур кажется чуть чуть помягче но также они оба одинаково скользкие это чуть-чуть пожестче чуть-чуть вроде бы как поменьше скользит практика показала что если эти шнуры использовать в чистых горных реках то в принципе они зарекомендовали для меня неплохо кидать вот как раз небольшие воблеры на небольших катушках на лайтовых удилищах скажем так шнур выстреливается очень хорошо очень дальний плавный заброс идет мягкий такой шнур очень мягкий и для ловли таких рыб как ленок вот на такой шнур 0 15 у меня в прошлом году был пойман таймень на 8 килограмм вот на этот шнурок то есть вот таких разрывных нагрузок мне как бы хватило чтобы спокойно не спеша вытащить таймешонка на 8 килограмм то есть более чем достаточно но тут надо понимать что горная река она чистая камни все которые в горной речке есть они в большинстве случаев заточены от быстрого течения воды они круглые и ракушечника там нету то есть все пешнуры как я понял они боятся вот это вот ракушечных каких-то там препятствий там где может обрезать я лично не пробовал в таких условий то есть не могу вам сказать но чистая горная вода с круглыми камнями они работают очень даже неплохо вот я взял такой вот шнур попробовать его вот эту ихнюю новинку цена их конечно сейчас разная идет с повышением цен я его покупал перед новым годом по моему 1200 рублей в районе этой ценовой категории сейчас эти шнуры уже выставляет 1900 там 2 200 по разному можно сказать но вот что хочу еще сказать сравнить вот эту категорию шнуров напрямую я могу вот с таким шнуром это вот известная фирма но морис к лтд японская которая выступает у нас под брендом вари вас да скажем так это одни из лучших их нее шнуры премиум класса avani sebas max power то есть этот шнур 018 грубо говоря я вот сколько пробовал такие шнуры и такие и вот что могу сказать конкретно по существу вот такой вот шнур варьевский варить из варился вот с таким шнуром уда при одинаковом диаметре но практически если по факту смотреть при одинаковых диаметрах этих шнуров они он держит слаб же всего в районе килограмма то есть за килограмм не выходит он послаб же буквально в районе килограмма там что-то 700 800 грамм скажем так но по скольжению скажем так по прочности и на горных реках он ничем не уступает а вот попрость ну как бы по износа стойкости это шнур показал себя даже лучше чем варилась этот начал как-то перекручиваться сразу же превратился в какую-то лапшу непонятно на больших течениях этот как-то более поустойчивый этот у меня не дожил эстафеты кончился вот этот шнур у меня проработал весь сезон разрывные нагрузки практически одинаковая скольжение мягкость все как будто братья только вот разных чуть-чуть цветов грубо говоря ну и на взгляд покрытие такое видно что здесь тоже разные но ничем не уступает но самое главное если взять сегодняшние цены до этих шнуров то по крайней мере если взять по старым ценам тут уж ну стоит в два раза дороже то есть размотка этих шнуров идет что вот этого 150 метров что этого 150 метров по старым ценам в два раза варилась дороже почти то же самое пальто то есть я думаю по новым ценам это цена будет тоже поддерживаться в категории в два раза шнуры оба восьми жильные оба пешеная так что не очень похожи для сравнения ну я отлично остановился на выборе вот этих шнуров фирмы блэкхол вот индисплюда не очень понравился но я захотел попробовать еще вот ихнюю такую новую модель новинку вот она как про профессионал т-брэйдинг фишинг line то есть вот такой хочу попробовать такой надо будет если найдут еще по старым цветам еще но по старым ценам заказать еще вот такой то есть сами делайте выбор я никому ничего не хочу сказать но я отлично для себя выбора сделать сделал то есть в таком плане и спешных шнуров если кидать далеко какие-то легкие приманки воблеры для меня однозначно выбор для горный рык падает на фирму блэкхол вот такой получился обзор всем большое спасибо за внимание до свидания